будем сегодня с вами вспоминать повторять а кто-то и заново учить слова которые у нас обозначают качество предмета прилагательный по-русски называется прилагательное по-турецки это сэфат есть такое слово сэфат она обозначает прилагательное есть синоним у этого слова что такое от от это имя а это перед то есть пред именем перед именем мы ставим это слово и она будет обозначать какого качества у нас описываем нами предмет да энджи а еще одна еще есть и 7 правильного у слова и 7 есть синоним от и и сим они синонимы молодец в турецком языке это очень важная тема синонимы антонимы и амонимы а что такое амоним кто знает такое страшное слово никто не знает амонимы это слова которые пишутся одинаково но имеют разный смысл то есть они и произносятся и пишутся одинаково но абсолютно разные вещи обозначают что это значит например слово чай что такое чай все знают да чай это который мы пьем напиток такой коричневого цвета горяченький чай да а еще слова чай в турецком языке обозначает кучаек речку небольшую так что вот два слова можно сидеть на берегу чая и печаль вот это вот у нас амоним ну ладно мы начнем с вами сегодня антоним и будем сейчас рассматривать какие же у нас есть вспомним для начала эти слова бюк 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 все знают мячик не это большой бюк обозначает большой бюк топ большой мячик кто может еще сказать со словом бюк что-нибудь пример привести что может еще быть большим бюк кабан правильно молодец аллан большой грузовик давайте говорить по очереди что тот кто отвечает чтобы его не перебивать бюк каплумба большая черепаха я хотела сказать что бюк еще говорят ири ири это крупный бюк и ири в некоторых случаях мы можем слова бюк заменить словом ири это будет крупный когда что-то большое крупная ири а еще можно сказать коджа коджаман например маша и миша мультик в турции называется маша в коджа а и коджа а и огромный медведь коджаман если мы хотим что-то привлечь сказать огромнейший коджаман коджаман а и огромнейший а бюк это большой подходящий ко многим предметом например бюк с большой дом а хвою хоть что-то еще сказать что-что я не услышала повтори пожалуйста ладно продолжаем смотреть матвей хочет сказать бюк фил бюк фил фил это слон молодец только если смотрите помним да какие у нас мягкие есть буквы это и и они у нас мягенькие после них когда мы говорим согласную букву она у нас тоже получается мягкая поэтому будет фильм юзель и мы откуда берем в турецком языке мягкий знак если у нас на его нет мы его берем при помощи вот этих букв то есть если мы видим что на конце у нас мягенькая буква и после него говорим букву то мы ее называем мягким знаком дал он я хотела сказать что еще большой грузовик бюк тыр тыр огромный грузовик называется у нас тыр а чуть поменьше грузовик называется камьон а можно еще сказать маленький грузовичок камьонит бахар хочет что-то сказать бюк аи хорошо бюк запомнили а какое у нас будет слово противоположное слову бюк чеки 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 маленький правильно кичик что значит кичик это что-то маленькое малюсенький можно сказать миджик малепусенький мини джик миннаджик миник это все синонимы слова кичик маленький да энджи я хотела сказать что еще мягкая буква это а с шапочкой то которые там есть до да есть над буквой а у нас правильно молодец есть такая шапочка в виде незаконченного треугольника иногда нам попадается это шапочка тогда мы даже смягчаем букву а но сейчас я уже как таковую не пишут но она у нас все равно имеет место быть как мы узнаем такие слова например селам как будет привет по турецки силам мы говорим мягенько силам но мы пишем силам вот там у нас вот будет такая шапочка или ветер рюзгар там у нас тоже будет почему рюзгар буквы я у нас нету но там рюзгар пишется но над буквой а такая шапочка получается рюзгар тайнджи а ля слово есть такая ну а с шапочкой слово ля ну ля ля что-нибудь ну как это например ля ли тюльпан будет у нас ля 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 цветы мы на прошлом уроке разбирали вот там мы пишем ла ля но читаем ля 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 водопад например ну продолжаем бег это большой печеп это маленький кто хочет перевести пример со словом хочу маленькая мышка а по-турецки сможешь помнишь как мышка называется маленькая мышка молодец так кто еще поднимает руки ну смелее инжи крючок сельги маленькая стирательная резинка тофе пичок точек подождите по очереди софи а китома качок тату куча кто молодец по тема кучик эльма кучика эльма маленькое яблочко матвей кучук-балык вот молодец кучук-балык маленькая рыбка или на кучу к эрик только мы говорим не кучук а кучу когда у нас есть эрик молодец и ударение на последнюю эрик кучу эрик умница кучук-хавуч вот молодец кучук-хавуч маленькая морковка так бахар кучук-баллон кучук что баллон 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 это воздушный шарик кучук-баллон маленький воздушный шарик хорошо теперь мы помним что бюк кучук противоположные по смыслу слова и как назвать в турецком сыт анламлы келемелер сыт это противоположные дальше смотрим и не что значит и не молодцы новый новый вот я не топ новый мячик кто еще хочет сделать пару примеров со словом новый новый урок замечательно новый пиджак или новая курточка так бахар ну называйте смелее что новый хотели сказать супер хороший пример новая игрушка о юнджак это игрушка софия новый телевизор даже пришел к нам и не телевизион женя кучук-китап молодец кучук-китап маленькая книжка айни со словом и не или на я не панталон я не панталон новые штаны ну молодцы все назвали много примеров со словом я дан давай говори конечно будет новая машина машина у нас араба и не азаба молодец я не араба что все вроде бы сказали все ответили теперь переходим на слово противоположное слову я не это у нас слово будет старый эски 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 это что-то старое эски топ старый мяч видите как у нас только что был новенький а теперь старый эски мы не можем применить к людям эски у нас только вещи люди у нас пяшлы пожилые а вот вещи и старые дайлина экси панталон эски экси это минус эски вот молодец так матвей и дема эски эм молодец старый дом эски сайт эски сайт старинные часы с кукушкой такие да а знаете как будет кукушка кстати гугук кушу похоже на куку гугук гугук кушу это у нас кукушка вот гугук кушну сайт часы с кукушкой так же я хочу сказать эски чанта молодец старая сумка старая но самая любимая эски чанта бахар а как будет книга китап эски китап эски китап молодец эски китап так софи что хотел сказать давай говори сейчас софи подожди минуточку еще скажешь давай тебя слушай эски что эски футболка что она хотела сказать футболка эски тишорт тишорт это майка и футболка молодец ну теперь софи софи эски телевизион вот эски телевизион был я не телевизион чуть-чуть попользовались и он стал эски телевизион правильно алан как будет стала квартира квартира дайре сама квартира называется дайре но мы обычно применяем к слову наше жилье слово эф эф это бени меби мой дом мы не говорим каждый раз квартира поэтому можешь сказать как старая квартира используя слово дайре а может сказать используя слово эф эске эф молодец так матвей дема эске перде эске перде перде это занавеска смешное слово но это занавеска перде фатима эске о хорошее слово хейкель это память эске хейкель это старый память здесь в турции очень много исторических мест и много всяких памятников древнегреческой культуры поэтому эске хейкель здесь можно встретить часто но все молодцы разобрались со словом и не и эски это тоже зыд анламный келемеляр противоположные по смыслу и по значению смотрим новую пару а юмуша тяжелая молодцы и тяжелый а а как сказать какой пример нам привести со словом тяжелый давай фатима а арки тап тяжелая книга а в школу как нагрузят сумку так тяжело носить алан как будет тяжелый рюкзак чем-то тяжелая сумка скажет а архе а мотребление читаем произносим вот так архе 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 Отель, по-моему, по-моему, отель. Смотри, ты как будто бы распеваешь, не стесняйся, не у всех эта буква получается, это сложная буква. Ну, хорошо, дальше Инджи. Аыр-маса. Аыр-маса, тяжелый стол. Элина, верни. Аыр-баул. Аыр-баул, тяжелая сумка, дорожная сумка. Баул, это у нас дорожная сумка. Есть слово валис, валис это чемодан. А есть дорожная сумка, баул. Вот аыр-баул, это тяжелая дорожная сумка. Бахар-изула. Адыгид-карбуз. Аыр-карбуз, тяжелый карбуз. А как будет тяжелый камень? Камень-таш. А-тыг-таш. 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 Буковку Гэ не произносим, говорим А-тыр, А-тыр. Как будто мы А и И соединили вместе. А-тыр-таш. Так. Кто у нас еще не говорил? Алан хочет сказать. Я уже говорил. Говорил, руку забыл опустить, наверное, просто. Хорошо. Так, Матвей, идем мы у нас говорили. Аыр-сандалье. Аыр-сандалье, тяжелый стул. Молодцы. Ну, а по смыслу какое слово у нас противоположное слову аыр? Генгель. Аыр-это тяжелый, а противоположное по смыслу слова легкий хафиф. Хафиф. Оно и звучит так легенько. Хафиф. Например, у нас тут перышко. Перышко это тюй. Хафиф тюй. Тюй мы можем называть. У птиц это перья. А у кошек, например, это шерсть. Тюй. Даже у нас есть тюй. Вот эти вот небольшие волосики на руках называются тюй. Мы тоже греемся. Знаете, для чего они нужны? Для того, чтобы нам не было ни холодно, ни жарко. Они регулируют нашу температуру. Да, Фатима? Хафиф эща. Хафиф эща. Легкие вещи. Эща – это вещи, всякие предметы нашего быта. Дальше. Матвей и Дема. Хафиф перде. Хафиф перде. Легкая занавеска. Тоже подойдет инче. Хафиф каыр. Хафиф каыр. Легкая бумага. Бахар Зулан. А как будет легкая рука? Кто легкий? Лука. Не очень поняла. Как будет легкая рука? Рука? Да. Рука? Эль. Хафиф эль. Хафиф эль. Хорошо. А как будет перо легкая? Как будет что? Перо легкая. Что легкая? Я не заслышала. Перо легкая. Перо тюй. Хафиф тюй. Так, Элина. Хафиф тюй. Хафиф лукар. Легкий снег? Ну, может быть, когда он воздушный. Матвей. Хафиф рюзгар. Хафиф рюзгар. Легкий ветерок. Тоже хороший пример. Алан. Хафиф тюй. Хафиф тюй. Всем запомнилось перышко. Хафиф тюй. Что еще может быть хафиф? Все, что у нас не тяжелое по весу, мы можем сказать. Хафиф чанта. Легкая сумка. Сумку мало к них положили. И она у нас не тяжелая. Ну, давайте посмотрим теперь следующую пару. То есть, аыр и хафиф мы теперь запомним. Аыр тяжелый. Хафиф легкий. Олгун. Олгун. Это спелый. Как раз сейчас к нашей теме, что мы только проходили про фрукты. Олгун. Это спелый. Олгун. Кирас. Спелая черешня. Фатима. Олгун. Мейве. Правильно. Спелые фрукты. Инджи. Олгун. Корпус. Замечательно. Спелый арбуз. Его уж прям как. Олгун безум. Протыкаешь, и он аж трескает. Так. Анастасия. Олгун. Олгун. Эльма. Спелое яблоко. Бахар, извините. Олгун. Карпус. Олгун. Карпус. Олгун. Изюм. Олгун. Изюм. Сколько сразу вкусных и спелых вкусняшек. Аж прям захотелось сейчас. Сочного яблока. Так. Алан. Олгун. Смелей. Эльма. Эльма. Спелое яблоко. Да. Матвей, идем, а? Олгун. Мандолина. Тоже вкусный зимний фрукт. Олгун. Мандолина. Женя хочет сказать? Не хочет сказать? Да, да. Олгун. Узюм. Узюм. Молодец. Олгун. Узюм. Ну, что у нас может быть противоположное слову Олгу? Спелый у нас Олгун. А гнилой, плохой. То есть Олгун – это спелый такой, сочный. Чурюк – это гнилой. То есть сгнивший, уже пропавший. Чурюк. Чурюк Эльма. Гнилое яблоко. Да, Фатьма? Чурюк Эльмик. Чурюк Эльмик. Это у нас гнилой. Сейчас у нас таких чурюк Эльмик очень много. Гнилые сливы. Да, Элина. Чурюк Томат. Ой, чурюк Томат. Помидор хочет сказать? Да. Доматес. Чурюк Доматес. Гнилой помидор. Да. Инджи. Чурюк Манго. Чурюк Манго. Манго даже с гнилом. Хорошо, Женя. Чурюк Пататес. О, гнилая картошка. Бывает, забудешь ее там в бедре, и она начинает гриб. Бахар Изула. А как будет дыня? Кавун. Чурюк Кавун. А мне чурюк ананас. Чурюк ананас. Такая вкусняшка изгнила. Жалко. Аллен. Чурюк арбуз. Карпуз. Карпуз. Карпуз у нас карпуз. Чурюк карпуз. 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 Матвей, идем, а? Карпуз. Чурюк Шефтали. Вот, и до персиков добрались. Чурюк Шефтали. Хорошо, запомнили. Олгун и чурюк. Олгун. Следующее у нас какое слово? Передам полочурюк. Юмушак. Что такое юмушак? Мягкий. Что такое? Ой, раз, минуточку. Скачали. Юмушак. Это мягкий. 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 Ой, ну, да, не. Мягкий. Я что, пора садиться? Да. А где Юлия? Бум-бум. Юлию выбило. Это плохо. А у вас экран пропал. Юлия вытянула, и поэтому, наверное. Да. У нее интернет, наверное, пропал. И кроваводит. А где учительница? Юлия вытянула, у нее интернет плохой. Она сначала уже проживалась, а сейчас ее вообще вытянула. Ага. Сначала был хороший интернет у нее, а теперь стал плохой ее, по-моему, вытянула. Аганзек, так джанг. Так, ребят, Юлия, видимо, вылетела. У нее что-то с интернетом. По всей видимости, ждем. Сейчас, наверное, придет. Окей. Пока подождем. Ну ладно. Дождем немного. Продолжаем. Продолжаем смотреть. У нас новое слово с вами. Называлось оно юмушак. Что такое юмушак? Все сразу подняли. Мягкий. Мягкий. Молодцы. У нас здесь юмушак колтук. Мягкое кресло. Инджи хочет сказать. Юмушак ястык. Правильно. Мягкая подушка. Юмушак ястык. Элина. Мягкая слива. Может быть. Есть твердые слива, есть мягкие. Буэрит, юмушак. Это слива у нас мягкая. Фатьма. Юмушак стул. Стул. Это сандалье. Нет. Стул, на котором мы сидим. Стул, на котором сидим, называется сандалье. А, понятно. Юмушак сандалье. Так. Матвей. Юмушак булут. Мягкое облако. Да. Мы на самом деле, конечно, облака не трогали, но некоторые облака кажутся как плюшевые. Бахарзала. А как будет снега? Снег. Кар. Юмушак. Кар. Молодец. А как будет мягкий диван? Диван у нас колтук. И кресло, и диван. Только мы определяем, насколько человек оно. Мужак. Колтук. Колтук. Букавка Т. Мужак колтук. Как будет подушка? Ястык. Подушка у нас ястык. Молодец. Инжи. Я хотела сказать, а как будет черника? Черника? Да. Есть, по-моему, черника, это бёрдленд. А я просто спросить хотела. Это ежевика. Бёрдленд? Ежевика или черника? Я его точно не помню. Бёрдленд есть. Ягодка такая, она на малинку похожа. Это черника или ежевика? Ежевика. Ежевика, понятно. У меня любимая ягодка – это ахудуду, малинка. А вот чернику я тут не встречала. Ахудуду – малинка. В Турции тоже, кстати, редкая ягодка. А вы знали, что карпус – это тоже ягода? Я знаю. Молодцы. Шая. Большая. Фатима, сказать хочешь? Нет, я просто забыла. Хорошо. Со словом «юмушак» мы разобрались. Это мягкий. А противоположность к слову «юмушак» – это у нас «серт». Твёрдый. Серт. Серт масса. Твёрдый стол. Кто будет говорить, что у нас может быть твёрдым? Серт. Элина. Я забыла опустить руку. Хорошо. Матвей. Так, твёрдый, твёрдый. Серт таш. Серт таш. Твёрдый камень. Инджи. Серт колен. Серт колен. Твёрдая ручка. Фатима. Серт и атак. Серт и атак. Да, чаще всего мы жалуемся на то, что у нас кровать очень твёрдая. Серт и атак. Но японцы вообще спят на полу. И считается, что спать на твёрдом – это очень полезно для нашего организма. Аллан. Как будет металл? Демир, челик. Челик – это сталь, демир – это металл. Серт челик. Челик – это сталь. Это самый крепкий металл. Адемир – это просто металл. Серт челик. Обычно сейф называется касса. Сейфы делают из стали. Челик – касса. Стальной сейф. Фатима. Я вам сказала. Бахарзула. А как будет дверь? Дверь – копы. Копы. Церк – копы. А как будет кулак? Кулак. Вот такой. Кулак – это юмрук. Серт юмрук. Это прям уже фильм про единоборство. Юмрук. Да, с юмрук. Серт юмрук. Серт юмрук. 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 Мягкий у нас юмушак. Твердый. Серк. Смотрим следующую пару. Темис. А я еще не сказала. Это чистый. О, давай, говори. Пропустила тебя. Серк – эф. Твердый дом. Ну, немножечко. Про дом так не скажешь. Ну, положим, что можно. А темис – это чистый? Темис – это чистый, да. Темис. Темис эльдивен. То, что мы называем на руку, это эльдивен – перчатки. Темис эльдивен. В данном случае чистые перчатки. Можно сказать темис кят – чистый лист бумаги. Так, все, смотрю, хотят примерчики назвать. Как будет чистая бумага? Бумага – кят. Темис кят. Молодец. Матвей. А каут – это же тоже бумага, да? Кят – это бумага, да. Темис кят – это чистая бумага. Ваш примерчик какой? А как руки будут? Что по-русски? По-турецки. Нет, как руки будут? Еще расскажи, пожалуйста. А руки как будут по-турецки? Руки – эльдивен, рука, а много рук – эльдивен. Темис эльдивен. Молодец. Чистые руки. Темис эльдивен. Я помыл. Я помыл. Так, Инджи. Темис яльдивен. Темис? Ярдивен. Ярдивен. Замечательно. Чистые полы. Фатима. Темис эль. Темис эль – чистый дом. Хорошо, Элина? Темис хавлу. Темис хавлу – чистая полотенца. Хорошо, Бахарзла? А как будет стол? Стол – масса. Темис Масан. Хорошо. А как будет чистое лицо? Юз. Юз. Темис. Темис Юз. Чистое лицо, да. Темис, что может быть у нас еще? Темис ОКУ формасы – чистая школьная форма. Темис Киафет – чистая одежда. Темис Ятат. Да, Матвей? Да. Темис Дишляй. О, тоже хороший пример. Чистые зубки. Все, кто чистит зубки, у тебя зубки белые и чистые. Замечательно. Ну, идем теперь на противоположное слово, к слову чистый. Темис у нас чистый, а грязный у нас кирли. Кирли. Кир – это грязь, пыль. Кирли – это грязный. Но есть еще слово писть. Писть – это тоже синоним слова грязь. То есть кирли и писть – это у нас одно и то же. Кирли Эльдевен. Писть Эльдевен. Да, Аллан? Как будет грязная машина? Араба у нас машина. А теперь ты назови грязную машину. Кирли Араба. Молодец. Кирли Араба абсолютно верно. Фатьма. Кирли Маса. Кирли Маса. Кто-то не убрал со стола или не вытер. И остался наш стол грязным. Инджи. Кирли Эльдевен. Грязные полы. Уже запачкать успели, да? Так, Элина? Кирли Чаршав. Кирли Маса. Кирли Чаршав. Молодец. Грязная покрывала. Верней простынь. Грязная простынь. Кирли Чаршав. Грязная простынка. Так, Бахар Зулам. А как будет одежда? Кияфет. Тоже у одежды два слова есть. Кияфет. Кирли Кияфет. Или Кирли Кияфет. А как будут грязные перчатки? Эльдевен. Перчатки у нас Эльдевен. Эльдевен. Кирли Эльдевен. Кирли Эльдевен. Матвей. Кирли Мотоциклет. Моторсиклет. Кирли Моторсиклет. Или просто его называют мотор. В разговорном на мотоцикле мы говорим мотор. Грязный мотоцикл. Да, не помыли. Алан. Алан. Я уже говорила. Ручку забыла пустить. Хорошо. То есть у нас получилась такая Анастасия хочет добавить. Кирли Арабах. Кирли Арабах. И грязная машина тоже. Тимис. Это чистый. Пис. Или Кирли. Это у нас грязный. Следующая у нас пара. Чок. Чок. Это много. Это у нас и очень, и много. То есть в разных значениях мы применяем разный перевод. Но чок это всегда обозначает чего-то много. Или очень-очень. Ну давайте теперь со словом чок я думаю все могут привести 100 примеров сразу. Попробуем. Фатима. Чок емек. Чок емек. Чок емек. Да, там много еды. Очень много. Чок емек ват. Очень много еды там есть. Инджи. Чок челек. Чок челек вар. Много клубнички у нас. София. Чок хафиф. Чок хафиф. Вот. Молодец. Два слова вместе. Очень легкий. То есть мы можем наши слова, которые мы до этого учили, усилить. И добавить слово чок. И при этом еще получится. Был тяжелый, а стал еще тяжелее. Чок аэр. Аэр тяжелый. А чок аэр очень тяжелый. Хафиф легкий. Чок хафиф еще легче. То есть очень легкий. Так. Бахар и Зулан. Чок баллон. Чок баллон вар. Много мячика. Ой, у этих шариков с воздушкой. Чок гюзель. Чок гюзель. Очень красиво. Чок гюзель. Анастасия. Чок кючук. Чок кючук. Очень маленький. Мини джик. Малепусенький. Да, Матвей, Идиома. Чок татлы чай. Чок татлы. Очень сладкий. Молодцы. И еще будете пример давать? Чок шарь. Чок шарь. Чок ажи. Чок ажи. Чок ажи. Очень острый, да. Или очень горький. Или очень острый чок ажи. Алан? Чок баллон. Чок баллон. Да, много шариков. Чок баллон пар. Надо добавить, что... Я хотел сказать, что на том форте там помидор с плесенью. Да, где это? Я тут не вижу. Это, наверное, у помидора там, где ножка была. Да, София? Матвей, Идиома. Где мы хотели сказать, что очень чок ажиор? Чок ажиор – это очень больно. Аджи – это горький или острый. А когда мы говорим ажиор в виде глагола, это очень больно. Чок ажиор – очень больно. Например, кто-то подошел и шипнул. Япма, не делай. Чок ажиор – очень больно. Чок ажиор. Молодцы. Чок – это, как вы увидели, много, очень и так далее. Когда мы хотим преувеличить, то есть усилить действие какого-то нашего слова. А теперь смотрим противоположное. Берас, даже не берас, а я бы сказала аз. Решили показать берас на картинке, но мы можем бир убрать. И получится аз. Аз – это мало. Аз. Азаджик. Совсем немножечко. Азаджик. Берас – это немножко. Да, Инджи? Чок ажиор. Правильно. Чок ажиор. Видите, мы соединили, даже Бахар у нас, Инджи соединила у нас чок и аз. И получилось очень мало книг. Чок ажиор. Чок ажиор. Я очень мало прочитал. То есть мы при помощи слова «очень» усилили даже слово «мало», даже его противоположное значение. Получилось чок ажиор. Очень мало. Да, Фатима? Берасу. Берасу. И чабелерми. Можно мне немножко водички попить? Молодец. Аллан? Да. А, София, итак, воду пьет. Как будет сахар? Сахар – это шекер. Берас шекер. Шекер. Через буковку «к» – шекер. Берас шекер. А, София, итак, воду пьет. Да, София. Берас су и чьер. У нас София. Берас су и чьер. Матвей, идем, а? Аз мейвелер. Мало, да. Аз мейвелер. Нет, если, смотрите, мы говорим «аз» или «чо», мы уточняем количество. Когда мы уточняем количество, мы не можем сказать «мейвелер». Мы можем добавить такое окончание, только если мы просто говорим «мейвелер» – фрукты. А так надо будет сказать «мейвелер». Мы не можем «лер» поставить, потому что мы и так объясняем, что их мало или много. А «мейвелер» – это сразу много фруктов. Поэтому мы можем сказать только «аз мейвелер» или «чок мейвелер». Или просто «мейвелер». Элина? Берас лимон. Берас лимон. Ала бельер мейм. Дайте мне немножечко лимона, пожалуйста. Правильно. Аллан? Наверное, забыл опустить руку, да? Хорошо. Продвигаемся. Долу. Долу – это полный. У нас корзинка полная всего. Долу. Бусепет. Долу. Это корзинка полный. У Долу есть у нас слово «амоним». Помните, в начале урока я говорила «амоним». Амоним – это такое слово, которое также точно пишется, но имеет другое значение. В природе слово «долу» обозначает град. Знаете, что такое град? Когда такие круглые льдинки с неба сыпятся вместо дождя. Такой ледяной дождь с ледяными шариками. Вот это называется по-турецки «долу». Долу. Долу яю. Град идет. И тепет долу. Корзинка полная. То есть долу у нас имеет два значения. Ну, в данном случае у нас слово «полный». Давайте, Инжи подняла ручку, будет приводить пример. Лимонадца. Что? Долу, бардак, лимонадца. Бардак, долу, можно сказать. А лимонад мы уже не можем туда добавить. Бардак, долу, стакан полный. А вот с чем полный, это нам надо будет по-другому сказать. Элина? Долу корпус. Полный арбуз. Но он полный в смысле того, что в него что-то наложили. Да. Это как? Вырезали все, да, и наложили. Долу, чанта. Полная сумка. Да, Фатима? Долу, сэпет. Долу, сэпет. Да, полная корзинка. Хорошо. Долу посмотрели. Теперь бошь. Бошь, все вытащили из корзинки. Бошь, мордак. Бошь, сэпет. Пустой стакан, пустая корзинка. Что у нас еще может быть с пустым? Что у нас может быть с пустым? Кувшин. Бошь, сюрахи. Кувшин – это сюрахи. Матвей и Дема хочется очень отвечать. Бошь, колемлик. Правильно. Пустой пенал. Элина? Бошь, эх. Ну, пустой дом. Пустой дом. Замечательный пример. Инджи. Бошь, долап. Бошь, долап. Пустой шкаф. Да, и такое может быть. И бошь, я так. И пустая кровать. И бошь, чанта. Пустая у нас сумка. И бошь, чищая пустая бутылка. Ну, все. Я думаю, несколько антонимов у вас сегодня отложатся. Вы их запомните. А на следующем уроке продолжим. Поразбираем немножечко антонимов. Посмотрим на амонимы. И будет вам полезно знать эти слова, чтобы вы и предметы могли сравнить за тех, кто учится в турецкой школе. Это прям по программе. Ну, все. На сегодня заканчиваем. Буду ждать вас на следующий урок. Горо-ширюс. 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 Игнэль.